Несмотря на то, что сейчас в Крыму бабье лето, про отопительный сезон забывать нельзя. И, конечно же, сейчас активизировались так называемые черные дровосеки, которые вовсю готовятся к зиме и тем самым наносят огромный ущерб и урон лесам Крыма. Об этом сегодня и поговорим у нас в гостях Максим Дмитриевич Сволынский, начальник управления охраной, защиты леса и государственного лесного контроля Минприроды Республики Крым. Доброе утро, Максим Дмитриевич. Доброе утро. Ну, скажите, мы не переборщили с тем, что сказали, что действительно активизировались сейчас недобросовестные, наверное, лесники, которые пытаются вырубить леса и заработать на этом? Думаю, не лесники незаконные. Дровосеки. Дровосеки, да. Ну, по аналогии с прошлым годом мы проводим анализ, слава богу, тенденция не к увеличению. На данный факт у нас зафиксировано 63 нарушения, когда в прошлом году было уже 185. Поэтому более-менее мы в норме. То есть три раза меньше. Да. А как так получается? За счет чего смогли добиться этого? Ну, в первую очередь выстраиваем по новому систему надзора, контроля. В чем она заключается? Заключается в том, что мы участвуем в нацпроекте «Экология», подраздел сохранения лесов, в рамках которого нам выделяется финансирование, закупается лесопатрульная техника. В этом году закуплено 6 автомобилей. Это Нивы, УАЗы. Увеличиваем кратность патрулирования, меняем маршруты патрулирования. Плюс применяем современные те же самые методы, как фотоловушки, видеофиксация. Можно об этом более подробно? Как это действует, как это происходит? Фотоловушки. Просто я впервые слышу о том. Фотоловушка – это специальный, так можно назвать, фотоаппарат, который устанавливается в том месте, кто нигде не видит и не знает. И на нем определенные устройства еще стоят, и они фиксируют движение. И после того, как проезжает машина или человек, происходит съемка, как видеосъемка, так и фотосъемка. После этого можно быть уверенным, что по этой дороге работают черные лесорубы. И это является доказательной базой при возбуждении административных либо уголовных производств. Чтобы доказать, что данная машина была в лесу и незаконно вывозила древесину. Давайте попробуем воссоздать картину. Идет патруль, контролирует лес, ситуацию, как там сейчас все происходит. И за руку, можно так сказать, ловят черного дровосека. Что дальше происходит? Что ему грозит? Все грозит от того, что он нарубил. Потому что если он нарубил сухостой валежник, сумма ущерба, вероятно, все будет меньше, чем 5000. Это административное дело. В зависимости от того, как он рубил с помощью бензопилы, ручной пилы топора, тоже есть своя градация у этой статьи. Минимальная санкция это 4000 рублей. Максимальная санкция 6000 рублей. Это штраф. Плюс еще он должен возместить ущерб, который нанес именно по количеству и кубатуре той древесины, которую он заготовил. Если же этот недобросовестный гражданин нарубил сырорастущие деревья, которые зелеными листики, то в 90% случаев это будет сумма уже выше 5000 рублей. И она квалифицируется как уголовная. Это уже заводится уголовное дело, статья 260. И санкции уже от штрафа до принудительных работ и лишения срока. Ничего себе весомые такие меры для того, чтобы все-таки не заниматься такими вещами. Скажите, у вас наверняка вы обладаете такой статистикой. И в первую очередь хотелось бы узнать, в какой период, сколько времени еще крымские угодия, лесные угодия под угрозой? Ну, под угрозой они будут, наверное, постоянно, вне зависимости от незаконных рубок. Все-таки Крым является жемчужиной России. Если у нас не рубят, то у нас жарко и люди нарушают правила пожарной безопасности. Запретить мы это, конечно, не можем. Пытаемся ограничивать посещение леса. Но у нас уже два года практика, мы стараемся меньше нарушать, меньше привлекать нарушителей, больше проводить педагогические беседы. И это все-таки сильно влияет на статистику как пожаров, так и нарушений. Все-таки лучше с человеком переговорить, чем сразу наказывать его рублем. То же самое касается и фактов с незнакомыми рубками. Интенсивно проводится газификация района Крыма, я имею в виду. Самые такие подверженные у нас районы, это Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский, Староковимский, где слабовата у нас развита газификация, но она идет. И вот в связи с этим мы также усматриваем снижение статистики в плане количества незаконных рубок. Но знаете, зато в чем статистика остается достаточно стабильной. Это, например, когда видишь сувенирную продукцию из можжевельника, ты понимаешь, что ее очень много. Хотя сегодня можжевельник в Красной книге и рубить его запрещено, а тем более вот так на рынок его выставлять. Это же, наверное, наш Крымский. То есть здесь черные дровосеки тоже стараются. Ну, это палка двух концов. Вот вы считаете, можжевельник, подходите к киоску и пахнет можжевельником? Да. Это не можжевельник. А что? Можжевельник не пахнет. Можжевельник пахнет только, когда его обработаешь термообработкой. Поставите горячую турку, кастрюлю, либо нагреете. Да. А вы уже подходите к лотку, и от лотка пахнет можжевельником. Все равно какой-то запах есть. Да, это просто другие породы древесины, которые очень похожи по текстуре с можжевельником, обработаны можжевеловым маслом. Так, значит, они лесу не угрожают, но людей обманывают. Нет, я не сказал, что нет фактов незаконной рубки можжевельника. Это присутствует. Пока есть предложение, и будет спрос. Но мы уже несколько раз, коллеги, которые приезжали к нам с материка, улетая, показывая, какие они сувениры закупили, мы говорили, что ребята, вероятнее всего, что вас обманули, потому что очень сильно пахнет можжевельником. И так происходило, они звонили через месяца полтора-два, и говорят, он перестал пахнуть. Я говорю, вас обманули. Еще вот такой вопрос касается сосны крымской, которую почему-то убрали из красной книги. Как вы думаете, почему? Ну, во-первых, в других странах и до того, как мы пришли в Российскую Федерацию, сосны крымской не было в красной книге. Ну, а где-то еще растет сосна крымская, кроме Крыма? Конечно, она растет и на территории Украины, Италия, Греция, Кавказ. Почему вывели именно в республике Крым? Потому что большая часть посадок лесных сосны крымской у нас искусственная. Там, где есть естественные популяции, это территории заповедника. Крымский и Ялтинский. Там априори рубить ее нельзя. А искусственное насаждение, им необходим уход. Если мы перестанем их прореживать, убирать ослабленные, посмотрите, как сейчас массово за пять лет мы не проводили мероприятия, потому что она была в красной книге, как массово начали усыхать сосновые насаждения. Это именно потому, что лесная охрана перестала проводить, ну, такая коллизия правовая, санитарно-здоровительные мероприятия. Прореживать, убирать ослабленные, подсаживать. Ну, то есть этой зимой мы все-таки увидим на Новый год сосну крымскую в продаже, потому что раньше к нам привозили из Краснодара, и стоит отметить, та сосна, она проигрывает по красоте. Ну, я не могу говорить, в этом ли году появится в продаже, но то, что было разрешено работать нам с сосной крымской, вот, закладки питомников, я думаю, наши предприятия будут осуществлять, школки питомников. Надеюсь, в будущем увидим в продаже именно сосну крымскую, нашу родную, зеленую и пушистую. Спасибо большое, Максим Дмитриевич. К сожалению, очень мало остается времени, вынуждены с вами уже попрощаться, но тема обширная, хотелось бы, конечно, и больше уделить внимания, поэтому приглашаем вас к нам еще в студию. Сейчас, я напомню, у нас в гостях Максим Дмитриевич Сволынский, начальник управления охраны, защиты леса и государственного лесного контроля Министерства природы Республики Крым.